МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ганс, я его зацепил. Не спеши, не уйдет. Два Массершмитта безнаказанно расстреливали одиночный советский истребитель «Чайка». Помощь к нему пришла неожиданно. Горка из бреющего полета вынырнула еще одна «Чайка» и атаковала истребителя противника. На шесть часов еще один русский. Уходим из-под атаки. Немцы вышли из атаки на поврежденный самолет и набросились на нового врага. Советский самолет получил несколько пулевых пробоин, но сбить его мессеры не смогли. Пилотировал эту «Чайку» лейтенант Ричкалов, для которого первый день войны стал днем боевого крещения. Григорий Андреевич Ричкалов. Дважды герой Советского Союза. Направлен в военную школу летчиков по комсомольской путевке. Уже 27 июня реактивным снарядом сбил первый «Мессершмитт». По некоторым данным сбил 61 самолет противника. Всего за несколько дней до начала войны медкомиссия признала Ричкалова негодным к летной службе. У него обнаружили дальтонизм. 22 июня Ричкалов прибыл в полк. Товарищ капитан, сержант Ричкалов прибыл в ваше распоряжение. Медицинская комиссия признана негодным, но прошу зачислить… Видишь тринадцатую «Чайку»? Так точно. Быстренько подготовь ее к вылету, отвезешь в бельцы пакет. Есть! И-153 «Чайка» вместе с самолетом И-16 в 1941 году составлял основу истребительной авиации Красной Армии, создан конструкторским бюро Николая Николаевича Поликарпова с учетом опыта воздушных боев в Испании. И-153 – маневренный и неплохо вооруженный истребитель. Значительно уступал скорости основному немецкому истребителю БФ-109. Впервые советские летчики столкнулись с Мессершмиттом еще в испанском небе. Тогда он произвел впечатление серьезного противника, но с которым можно драться на равных. Мессершмитт МА-109 создан конструктором Вилли Мессершмиттом на заводе «Байриша Флюкцойкверке». Отсюда было второе название БФ-109. К июне 1941 года конструкторы увеличили скорость самолета с 460 до 620 км в час, в то время как И-153 она осталась на уровне 426 км в час. На Мессершмите помимо двух пулеметов установили 20-мм пушку, и он стал значительно превосходить советские машины. Маневренность И-153 позволяла летчикам успешно вести оборонительные бои. Но навязать свою волю противнику, атаковать на этих самолетах было невозможно. В первый день войны советская авиация потеряла 336 самолетов в воздухе и 800 на земле. Наихудшая ситуация была на направлении главного удара – в Белоруссии. Вооруженная новейшими МиГ-3 9-я авиадивизия генерала Черных за 22 июня лишилась 347 самолетов из 409 имевшихся. Черных Сергей Александрович – герой Советского Союза, участник войны в Испании, где стал первым советским летчиком, сбившим Мессершмитт. В числе других командиров обвинен в провале начального периода войны, смещен с должности и расстрелян. Западный особый военный округ потерял 738 самолетов, из них 528 на земле. Командующий ВВС округа генерал-майор Иван Копец, осознав масштабы катастрофы, застрелился у себя в кабинете. Выдвинутые на высокие командные должности перед самой войной, прошедшие за 2-3 года путь от лейтенантских кубарей до генеральских звезд, эти и другие талантливые летчики оказались не готовы к управлению крупными соединениями авиации. Но несмотря на потери первого дня, 23 июня и последующие две недели войны стали настоящей битвой за господство в воздухе. Опомнившись от первого шока, советские летчики обрушились на немецкие танковые клинья. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 24 июня три девятки советских бомбардировщиков СБ ударили по танкам Гудериана, скопившимся у переправы через реку Щара. Бомбардировщики нанесли врагу чувствительные потери и разрушили переправу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Уже на обратном пути их атаковали немецкие истребители. Из 27 советских самолетов на аэродром не вернулось 10. Штурмовые и истребительные части подчинялись командованию наземных армий, а бомбардировочные – командующему фронтом. Это привело к разобщенности действий авиации. Бомбардировщики летали без истребительного прикрытия, а истребители занимались атакой наземных целей. Согласно довоенной тактике, бомбардировщики в строю держали большие дистанции и интервалы, и экипажи не могли эффективно прикрывать огнем друг друга. Структуру советских авиационных частей, их тактику и взаимодействие следовало срочно менять. Советские бомбардировщики наносили удары не только по наступающим войскам, но и по целям в глубине немецкой территории – по Кёнигсбергу, Варшаве, порту Констанце и нефтяным заводам Плоэшти в Румынии. Одним из летчиков, охранявших жизненно важные для Германии румынские нефтепромыслы, был командир эскадрильи обер-лейтенант Гюнтер Раль. 26 июня советские бомбардировщики нанесли удар по Плоэшти, но на обратном пути их перехватили Мессершмитта эскадры. Раль записал на свой счет три бомбардировщика. Всего в этом вылете немецкие истребители сбили 9 советских самолетов. Гюнтер Раль поступил на службу в пехоту в 1936 году. Через два года перешел в Люфтваффе, став летчиком-истребителем. Первый бой принял в 1940 году в небе Франции, одержав две победы. По немецким данным, Раль – третий по числу побед АС в истории, сбивший 275 самолетов. Огромное количество воздушных побед, заявленных немецкими летчиками, до сих пор вызывают споры среди историков. Тем не менее, следует признать высочайший уровень подготовки немецких пилотов. Летчики-истребители Люфтваффе воспитывались в духе лучшего аса Первой мировой, барона Рихт Гофена. «Найди противника и сбей его!» Все остальное не имеет значения. Немецкие пилоты впитали этот девиз настолько, что со временем стали вести свою собственную войну, похожую на увлекательные спортивные соревнования, в которых имел значение только личный счет. Немцы имели на вооружении не только первоклассную технику, но и превосходящую мировые аналоги тактику. На основе опыта войны в Испании они разработали свободное построение пар и четверок, позволявшее максимально использовать преимущества их самолетов в скорости. Военно-воздушные силы других стран, в том числе и советские, использовали формирование из трех самолетов, летящих в форме буквы «В», что затрудняло взаимное маневрирование в бою. Плотные боевые порядки советских истребителей обуславливались и отсутствием радиостанций на большинстве самолетов. В бою командир управлял группой только посредством эволюции самолета, покачиванием крыльев или жестами рук, вследствие чего летчики прижимались к командиру, теряя свободу маневра. В конце весны 1941 года в летные части стали поступать первые образцы нового бронированного штурмовика. Самолет Ил-2 стал одним из символов советской авиации. Штурмовик Ил-2 создан незадолго до начала войны конструкторским бюро Сергея Илюшина. В нем были совмещены хорошая бронезащита, мощное вооружение, высокая скорость. Основная задача самолета – непосредственная поддержка сухопутных сил на поле боя. При прорыве обороны противника необходимо подавить его огневые точки, заставить пехоту залечь, спрятаться, чтобы дать возможность атакующим без потерь преодолеть нейтральную полосу. Авиации приходится наносить удар буквально в сотни метров от своих войск, на узком участке фронта. Справиться с такой задачей могут только штурмовики – хорошо бронированные самолеты, которые несут мощное вооружение, пушки, пулеметы, бомбы и реактивные снаряды. Ил-2 считается самым массовым боевым самолетом в истории авиации. Произведено 36 163 экземпляра. Первыми новую машину в начале июня 1941 года получили летчики 4-го штурмового полка. На четвертый день войны полк вылетел на фронт. К этому времени летчики выполнили по несколько полетов на новом самолете, но с троем еще не летали. Из пушек и пулеметов на полигоне никому и очереди выпустить не пришлось. Реактивных снарядов РСов, которые подвешивались под крыльями, не видели. Как прицельно сбрасывать бомбы никто представления не имел. 27 июня летчики-штурмовики Спицын, Филиппов и Холобаев шли в свой первый бой. А как целятся при пуске РСов? Заправляюсь, перекрестиваю на цель и жаришь. Атаку колонны противника провели с малой высоты. Не целясь, сбросили бомбы с взрывателями замедленного действия. Промахнуться было невозможно. Обстреляли колонну только из пулеметов, поскольку пушки отказывали из-за заводского брака. На аэродром вернулись все. Самолет Константина Холобаева приземлился весь в пробоинах разных размеров. Бронекорпус превратился в рванину. Фюзеляж до самого хвоста был залит маслом. Самолет списали. Так началась боевая работа полка. Через неделю, 2 июля, за уничтожение 9 переправ через Березину, личный состав получил благодарность от командующего Западным фронтом, но и потери были большие. В середине июля из 56 самолетов в строю осталось всего 10. В августе полк, передав последние три самолета соседнему полку, пешком по пыльным военным дорогам, двинулся на восток для переформирования. 4 марта 1942 года 4-й штурмовой ордена Ленина авиаполк преобразован в 7-й гвардейский. Справка. В июле-сентябре 1941 года на 8-9 самолетов вылетов Ил-2 приходился один сбитый. В отдельных полках живучесть Ил-2 не превышала 3-4 боевых вылета. Улучшение тактики боевого применения и выучки пилотов позволили повысить живучесть штурмовика. В 1945 году один сбитый штурмовик приходился уже на 90 вылетов. Осенью 41-го тяжелое ранение в воздушном бою получил Григорий Ричкалов. Истекая кровью, он с перебитой ногой сумел посадить свой самолет на аэродром. К этому моменту он уже сбил три вражеских самолета. К концу года потери советской авиации оценивались в 11 тысяч боевых самолетов. Немецкой около трех тысяч машин. Несмотря на эти цифры, немецкое командование не было готово к такому уровню собственных потерь. В результате немецкие двухмоторные бомбардировщики не бомбили цели в тылу, как это предполагалось, а использовались для непосредственной поддержки войск на поле боя. Люфтваффе превратились в летающую артиллерию. Это не позволило немецким войскам помешать отходу советских войск на новые рубежи обороны. Люфтваффе не удалось сорвать ни эвакуацию советской промышленности на Урал, ни переброску резервов из внутренних округов. Советские ВВС не были уничтожены в первые месяцы войны. Именно советские истребители вместе с наземными средствами ПВО не позволили немцам разбомбить Москву, как это планировалось немецким командованием. Налеты Люфтваффе на Москву окончились полным провалом. Немецкая авиация не смогла предотвратить поражение своих войск под Москвой зимой 1941-1942 годов. И все же советским пилотам пока не хватало опыта, но еще больше новых современных самолетов. Это «Вогель»! Самолет сбавил скорость, задрожал и свалился в штопор. Наблюдавший с земли конструктор Лавочкин втянул голову в плечи. Еще вчера он говорил летчикам, на штопор машину испытывать нельзя. Разобьем опытный экземпляр и вас погубим. Но самолет сделал виток и легко вышел в горизонтальный полет. Срыв штопор предсказуемый, выходит легко. Самолет простой в управлении. Прощают ошибки пилотажа. Владым летчикам будет с ним легко. Уже через две недели вышло постановление Государственного комитета обороны о выпуске самолета ЛАГ-3 с мотором М-82. Так появился знаменитый ЛАГ-5. Истребитель ЛАГ-3 создан перед войной конструкторами Лавочкиным, Горбуновым и Гудковым. Учитывая дефицит алюминиевых и легированных сплавов, они решили сделать самолет цельнодеревянным с использованием дельта-древесины. Этот материал представлял собой пропитанный лаком пакет из шпона, спрессованный при высокой температуре. Материал получался прочный, влагостойкий, негорючий, но по сравнению с алюминиевыми сплавами очень тяжелый. ЛАГ-3 получился скоростным, хорошо вооруженным самолетом, но тяжелым и с плохой маневренностью. Осенью 1941 года принято решение прекратить выпуск истребителей ЛАГ, а производившие его заводы перепрофилировать под выпуск Як-7 конструкции Яковлева. Як-7Б к этому времени считался лучшим советским истребителем, имел на вооружении пушку и два пулемета, мог нести шесть реактивных снарядов, скорость до 588 км в час. Над конструкторским бюро Лавочкина нависла угроза расформирования. Спасти ситуацию могла установка нового мощного мотора воздушного охлаждения М-82. Так создавался самолет, который положил начало новой серии советских истребителей КБ «Лавочкина». 21 марта 1942 года, за несколько дней до эвакуации КБ «Лавочкина» в Тбилиси, летчик-испытатель Василий Мищенко поднял в воздух будущий ЛА-5. Справка. Враг быстро продвигался вглубь страны, а советские вооруженные силы несли огромные людские и материальные потери. Из имевшихся к началу войны 22 600 танков до конца года осталось 2100. Из 20 000 самолетов – около 2000. Из 112 800 орудий и минометов – всего около 12 800. Все эти потери следовало быстро восполнять в условиях, когда основные предприятия вывозились на восток. Так, наркомат авиационной промышленности вывез 118 заводов – 85% мощностей. Наркомат вооружения – 31 предприятие из 32. Эвакуировано 9 основных танковых заводов. До конца 1941 года в тыл отправлено более 10 миллионов человек и свыше 2,5 тысяч предприятий. Для этого потребовалось более полутора миллионов железнодорожных вагонов. Прибывая на новое место, заводы чаще всего немедленно приступали к выпуску продукции. Оплаченный огромной ценой опыт первых месяцев войны выразился в реформе ВВС Красной Армии. В марте 1942 года командующим ВВС Красной Армии стал генерал Новиков. Он сразу же предложил объединить воздушные силы, подчиненные наземным фронтам и армиям, в воздушные армии. Это заметно упрощало управление и координацию действий авиарции. Существенно изменилась тактика действий советских истребителей. Перенимался и опыт противника. ВВС отказались от использования смешанных авиационных соединений. Вместо них создавались однородные истребительные, штурмовые и бомбардировочные дивизии и корпуса. Устаревшие И-153, И-16 и СБ постепенно заменялись на новые Яки, Илы и Лавочкины. Дебют новых ЛА-5 состоялся в августе 1942-го под Сталинградом. Гюнтер Раль так оценивал появление на фронте ЛА-5. Русские быстро учились. Созданный на основе неудачного ЛАГ-3 истребитель ЛА-5 был великолепной машиной. Поначалу немецкие летчики приняли ЛА-5 за модернизированный И-16, который они называли РАТА — крыса. Вскоре им пришлось более внимательно отнестись к новому самолету. «Внимание! У тебя ЛА-5 на хвосте!» Это предупреждение все чаще звучало в небе Сталинграда. И тем не менее потери в советских полках были большими из отчета 49-го истребительного полка. Самолет ЛА-5 является лучшим типом истребителя отечественного производства. Потери, понесенные полком, объясняются тем, что 45% состава полка — молодые летчики. Из числа пяти сбитых три сержанта с налетом на ЛА-5 по 15-17 часов. Один младший лейтенант с таким же налетом и один старший лейтенант. Таким образом, из числа пяти сбитых только один опытный летчик. Ахиллесовой пятой советских ВВС на протяжении почти всей войны оставалась подготовка летного состава. Во время войны летные училища выпускали сержантов после десятимесячной подготовки. Долгое время в училищах запрещалось обучение высшему пилотажу. Это сказывалось на профессионализме летчиков. Обучение состояло большей частью из отработки взлетов и приземлений. Остальным элементам уделялось второстепенное внимание. В результате в боевые подразделения направлялись молодые летчики, имевшие всего 8-10 часов самостоятельного налета. Порой даже на самолете совершенно другого типа, чем в полку назначения. Они не обучались ни высшему пилотажу, ни ведению воздушного боя, ни пилотированию в сложных метеоусловиях. Большинство выпускников авиашкол и училищ имели в активе лишь 2-3 стрельбы по буксируемой самолетом мишени и не умели правильно пользоваться прицелами. Этим летчикам предстояло драться с немецкими пилотами, имевшими сотни боевых вылетов. Но сломить дух советских бойцов немецким асам не удалось. Герой Советского Союза Сергей Горелов. Мы были настроены на драку и были готовы погибнуть в бою. Мы даже прощались перед вылетом. Сейчас лети прикрой, атаку, видишь попадание в глотие. Пятнадцать, уходи из-под огня, я прикрой. Говорит сюда, вы можете... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Григорий Ричкалов в 1942 году сбил пять самолетов противника. А в конце года его полк был отведен с передовой для переучивания на новую технику – американские аэрокобры, поставляемые в Советский Союз по Ленд-Лизу. Из всех поставлявшихся по Ленд-Лизу истребителей советским летчикам больше всего нравилась аэрокобра. П-39 «Аэрокобра» – американский истребитель фирмы «Белл». Отличался необычной конструкцией, двигатель располагался позади кабины пилота. Половину всех выпущенных «Кобр» – более 4500 машин – поставлены в СССР по Ленд-Лизу. Вооруженной 37-мм пушкой и крупнокалиберными пулеметами, самолет сочетал в себе скорость и огневую мощь. На этом самолете летал не только Григорий Ричкалов, но и дважды герой Советского Союза Николай Гулаев, сбивший 55 самолетов противника, и трижды герой Александр Покрышкин, по официальным данным сбивший 59 самолетов. Сочетание накопленного опыта, новый современный истребитель и относительная свобода действий позволили Григорию Ричкалову в боях 1943 года одержать уже 42 победы. От винта! Есть от винта! Весной 1943 года указом Президиума ему присвоено звание Героя Советского Союза. Свою вторую звезду Героя подполковник Ричкалов получил в 1944 году. С 29 апреля по 15 мая 1943 года войска Северо-Кавказского фронта осуществили наступательную операцию с целью прорвать Голубую линию – систему немецких укреплений на Таманском полуострове и овладеть Таманью. После шести дней жестоких боев 56-й армии удалось овладеть лишь одним узловым пунктом немецкой обороны – станицей Крымская. Дальнейшее наступление Красной армии было остановлено мощными ударами немцев с воздуха. Их осуществили 1400 немецких самолетов, действовавших с баз на Керченском полуострове. Советские войска вновь не смогли прорвать глубоко эшелонированную Голубую линию, и 15 мая прекратили активное наступление. Именно здесь, в апреле-июне 1943 года, развернулось так называемое воздушное сражение на Кубани между 4-й воздушной армией генерала Вершинина и 4-м воздушным флотом фельдмаршала Рихтгофена. В ходе этих сражений советская авиация одержала одну из своих первых громких побед, положив конец немецкому господству в воздухе. «Раненый! Срочно врача!» А лучшим асом авиации союзников стал Иван Кожедуб. Кожедуб Иван Никитович – трижды Герой Советского Союза. На фронт попал лишь весной 1943 года, начав летать на истребителе Ла-5. За годы войны ни разу не был сбит, уничтожив при этом 62 немецких самолета и став лучшим асом антигитлеровской коалиции. В первых сорока боевых вылетах Иван Никитович не сбил ни одного самолета противника. Сам несколько раз прилетал на сильно поврежденном самолете. Машина горит. Сонарь залило маслом. Ничего не вижу. «Товарищ, быстрее! Бегу, бегу! Бегу, быстрее! Помогай, снимай, снимай!» «Так, снимай!» «Вас на приеме корабель! Обшивка в ночи!» Но к началу Курской битвы Иван Никитович был уже опытным бойцом. Летом 1943 года под Курском Вермахт планировал вернуть в свои руки уходящую инициативу. Провести масштабную операцию по окружению и уничтожению крупной советской группировки, действуя многократно опробованным методом Блицкрига. Ни одной армии еще не удавалось устоять против немецкого комбинированного удара танков, авиации и артиллерии. С воздуха ударно наносили силы двух воздушных флотов Германии – 4-го и 6-го. Общая численность немецких самолетов составляла около 1800 машин или 80% численности самолетов, имевшихся на Восточном фронте. Им противостояли 2800 советских самолетов – 33% от общей численности на фронте. Командир 7-го гвардейского штурмового полка, уже майор Холобаев, внушал молодым летчикам. «В 41-м на фронте мы летать и бомбить учились, а вы летали на полигоне, стреляли по мишеням. У вас приличный налет на илах». Никогда не показывая противнику, что летит молодой летчик. «Фрид знаков различия не видит, удостоверения личности не бросит. Атакуй его нахально, дерзко. Тогда он подумает о тебе. Это летит старый Волк». К 1943 году летчики имели отработанную тактику использования штурмовиков. «Илы» атаковали с высоты 600-1200 метров с пикирования, а потом становились в круг и штурмовали наземные цели из пушек, пулеметов, РСов. Такое построение давало летчикам свободу маневра для прицельного бомбометания и стрельбы по наземной цели. И, кроме того, идущий сзади штурмовик защищал впереди идущего от атак немецких истребителей. Накануне Курской битвы Ил-2 получил и новое противотанковое оружие — авиабомбы «ПТАП» с кумулятивным зарядом. Герой Советского Союза Григорий Черкашин. «ПТАП — самое эффективное из того, что у нас было против танков. Эта штука зверская. Шестерка штурмовиков на колонну танков заходит. Первый идет, последовательно свои четыре люка разгружает. Второй, третий, четвертый». 5 июля началось сражение. За три дня боев младший лейтенант Кожедок сбил свои первые четыре самолета. 6 июля 1943 года группа «Ла-5» в районе Владимировка-Кокочетовка-Заринские дворы-Ольховатка столкнулась с большой группой немецких пикирующих бомбардировщиков. В этом бою, согласно официальной версии, гвардии старший лейтенант Горовец сбил 9 Ю-87, в том числе один тараном, и сам был сбит четверкой немецких истребителей при возвращении на базу на поврежденном самолете. Александр Горовец является единственным советским летчиком, одержавшим столько воздушных побед в одном бою. Справка. Количество сбитых самолетов немецкими и советскими летчиками до сих пор предмет споров среди специалистов. В воздушном бою, проходящем на высокой скорости, далеко не всегда можно точно определить, был ли сбит атакованный самолет противника или он был лишь поврежден. В ВВС Красной Армии действовало правило, согласно которым самолет записывался как сбитый, если падение вражеской машины подтверждалось наземными наблюдателями и другими участниками боя. Поэтому летчикам порой не засчитывались победы, одержанные над территорией противника. Часто происходило и обратное — советский или немецкий самолет, засчитанный как сбитый, хотя и с повреждением, но возвращался на свой аэродром. В середине июля советским ВВС ценой больших потерь удалось перехватить инициативу. Умелые действия авиации, скоординированные с действиями других родов войск, обусловили победу нашей армии под Курском. Но люфтваффе оставались исключительно сильным, умелым и жестоким противником, отважно сражавшимся до самого конца войны и порой наносящим весьма болезненные удары. Сергей Горелов «К этому времени я научился отлично маневрировать и точно стрелять. Появилась устойчивая радиосвязь, наземное наведение. Командование научилось управлять ситуацией в воздухе. Если в 41-м году я сбил один самолет, в 42-м — пять, то с весны по осень 43-го я сбил 20 самолетов». Немалую роль в успехах летчика сыграло получение им нового истребителя «Лавочкина». Установка на Ла-5 форсированного двигателя и ряд доработок планера позволили создать истребитель, превосходивший модернизированный в 1943 году немецкий Мессершмитт. Учебные бои между Ла-5ФН и Мессершмиттом показали, что до высот 5000 метров машина «Лавочкина» имеет преимущество в вертикальном маневре. В боях на горизонталях Ла-5ФН через 4-5 виражей заходил в хвост противнику. В 1943 году началось производство еще одного нового истребителя Як-3. Як-3 разработан КБ под управлением Александра Сергеевича Яковлева. Являлся продолжением самолета Як-1, но был на 300 кг легче предшественника. Некоторыми экспертами признан лучшим истребителем для малых высот во Второй мировой войне. По окончании войны французские летчики полка «Нормандия-Неман» получили в дар 41 истребитель Як-3. Эти самолеты стояли на вооружении Франции до 1956 года. 3 августа десятку Ла-5ФН, ведомую старшим лейтенантом Сергеем Гореловым, которая сопровождала штурмовики, атаковали 35 истребителей противника. У меня в хвосте еще один. Снимите кто-нибудь. 17-й, снизу Мессер заходит. Иди на вираж. Имея численное превосходство, немецкие истребители завязали бой и потеряли 8 мессершмиттов. Два из них сбиты Гореловым. Я под бит. Прикройте меня. Нахвостил опять. Гори, шприц! Вот тебе! Вот тебе! И уйдешь! Я горю. Иду на посадку. Прикройте! Чаще всего при атаке группы Ил-2 немецкие истребители занимали высоту метров на 500 выше советских истребителей, становились в широкий круг, кружились, маскировались в облаках, выбирали благоприятный момент для нападения. Их план был прост — ударить на максимальной скорости, сбить Ил, отвернуть и выскочить на вертикаль. Когда же такой момент наступал, то обычно следовало атака одиночным мессерам на максимальной скорости в крутом пике 600-620 км в час. Перед советскими истребителями сопровождения ставилась задача не сбить самолет противника, а защитить штурмовики и не дать немцам разбить их в строй. Истребителям предписывалось только отбивать атаки врага, но не вступать в бой, чтобы не оторваться от тылов, разворот навстречу атакующему, пуск заградительной очереди и возвращение на прежнее место в боевом порядке. Герой Советского Союза Георгий Баевский. Было очень обидно, когда подбитый истребитель противника уходит, а наш истребитель не может отойти от прикрываемых самолетов. Тактика внезапных атак давала возможность немецким летчикам-истребителям набирать большие личные щита. Однако она не могла помешать советским бомбардировщикам и штурмовикам наносить удары по наземным войскам врага и, как следствие, не могла оказать влияние на исход войны. 4 февраля 1944 года за 146 боевых вылетов и 20 сбитых самолетов старший лейтенант Кожедуб был представлен к званию Героя Советского Союза. Впоследствии его однополчанин Сергей Крамаренко вспоминал. «Многие ему завидовали, считали, что ему дико везет. Сбить столько самолетов и не быть сбитым самому – это редкий случай. Напрашивалось слово «счастливчик». Лишь полетав с ним, я убедился, что причина этого счастья заключалась в молниеносной реакции и правильной оценке обстановки». Кожедуб прекрасно понимал весь ход боя и всегда оказывался в нужном месте, и всегда сзади немецкого самолета. Ему оставалось только нажать кнопку управления огнем пушек. С 1943 года английские и американские ВВС начали воздушное наступление на Германию. Его задача формулировалась следующим образом. «Последовательное нарастающее разрушение и расстройство военной, промышленной и экономической системы Германии, подрыв морального духа немецкого народа до такой степени, когда неотвратимо ослабнет его способность к вооруженному сопротивлению». Для воздушных операций привлекалась английская и американская бомбардировочная авиация. Англичане действовали ночью, американцы – днем, и авианалеты становились круглосуточными. Основным бомбардировщиком американских ВВС служил четырехмоторный Б-17 «Летающая крепость». Он мог нести до 5 тонн бомб и имел до 13 оборонительных крупнокалиберных пулеметов. С середины 1943 года плотные боевые порядки бомбардировщиков стали сопровождать истребители. Потери обеих сторон были огромными. 6 марта 1944 года во время налета на Берлин из 600 участвовавших бомбардировщиков было сбито не менее 69. При этом погибли 36 летчиков Люфтваффе. Еще 27 пилотов получили ранения. Если на Восточном фронте основной тактикой немецких пилотов стала свободная охота, то здесь, в небе Германии, Раль в полной мере столкнулся с теми задачами, которую всю войну решали советские истребители – не допустить бомбардировщики к целям на территории страны. Бой приходилось принимать, невзирая на численное превосходство противника, не выгадывая время начала атаки. «Тревога! Тревога!» В ночь на 23 июня 1944 года в 7-м гвардейском штурмовом полку объявили боевую готовность. Приближался рассвет. Около командного пункта выстроился личный состав. Полк уже три раза обновлялся полностью, и в строю давно не было летчиков, начавших войну в Белоруссии. Ушел на повышение и командир полка, подполковник Халабаев. Замер строй. По случаю начала операции состоялся вынос гвардейского знамени. Оно весь день будет стоять на пригорке на виду у всех. Замполит полка. Это знамя обогрено кровью наших боевых друзей, сражавшихся в этих местах еще в первые месяцы войны. Теперь в строю гвардейцев стоит их достойная смена. Первым заходом подъем, второй заход добиваем. На вашу долю выпала честь разбить гитлеровских оккупантов на белорусской земле, а затем уничтожить в самом фашистском логове. Вперед к победе! Через шесть дней на участках дороги у Белыничей работала комиссия по определению эффективности 230-й штурмовой авиадивизии, в которую входил 7-й гвардейский. Выяснилось, что штурмовики в течение дня уничтожили свыше ста автомашин, шесть танков, около двух десятков орудий. В следствии пробок и заторов немцы бросили на дорогах огромное количество боевой техники. Из показаний командира 65-й пехотной дивизии генерал-майора Инзеля Иоахима, взятого в плен восточнее Минска. В операциях русских войск и в их успехе авиация сыграла первостепенную роль. Штурмовики являлись эффективным средством, нарушившим планомерный отход наших войск на новые оборонительные рубежи. Наше командование было бессильно бороться с таким превосходством в воздухе. Воздух! Расследоточиться! 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 К апрелю 1945 года из 3331 боеготового самолёта люфтваффе В целом, без малого половины, 1524 машины были собраны в 6-м воздушном флоте на берлинском направлении против советских войск. Видя возросшую активность врага в воздухе, Жуков просил Сталина довести боевой состав авиации 1-го Белорусского фронта с 2000 до 3000 самолетов. Его просьбу удовлетворили. Воздушная битва за Берлин обещала быть жаркой. Главная задача нашей истребители – это защита переправ через Удар. Иначе в срочи их разрушения авиации противника, наши войска, наступающие на Берлин, останутся без горючки и снарядов. Ключевые точки операции… На прикрытие переправ вылетело три пары ЛА-7. Ведущим шел Иван Кожедуб. При облачности около двух тысяч метров самолеты шли под самой кромкой облаков. Внизу шли две немецкие группы. Всего 32 самолета «Фокке-Вольф-190». Кожедуб, снизившись, проскочил под немецкими самолетами и расстрелял ведущего. Тот взорвался. Один из немцев открыл огонь по Кожедубу, но ведомый почти в упор расстрелял немцев. Советские истребители, используя запас скорости, вышли вверх и атаковали вторую группу противника. Кожедуб сбил второго. Затем третьего. Бой превратился в схватки отдельных самолетов и пар. Горящие самолеты, взрывы подействовали на немцев ошеломляюще. Несмотря на численные преимущества, «Фокке-Вольфы» развернулись и со снижением ушли на запад. Дома подсчитали результаты. Кожедуб сбил три самолета. Сам отделался несколькими пробоинами в хвосте самолета. Громаковский — два. Куманечкин, Стыценко, Орлов — по одному. На полосдарме упало 15 «Фокке-Вольфов». Это не считая тех, которые недобитые наверняка упали по дороге домой. Молодцы. Здорово. Последнее воздушное сражение у ворот вражеской столицы ВВС Красной Армии выиграли. Немало советских летчиков стали асами в последние дни войны. Владимир Громаковский за время Берлинской операции сбил пять самолетов противника. ВИКТОР АЛЕКСАНДРЮК «СЕМЬ». Эти и многие другие летчики летали на истребителе «Ла-7». «Ла-7» стал вершиной развития истребителей конструкторского бюро Лавочкина в военный период. Появление «Ла-7» изменило и тактику истребителей. У сковывающей группы отпала необходимость находиться с большим превышением над ударной группой, так как «Ла-7» мог быстро набрать высоту и занять выгодную позицию. Во всех случаях при обнаружении самолетов противника, независимо от их числа, «Ла-7» немедленно принимали бой. В ночь на 9 мая 1945 года летчики многих полков проснулись от ружейно-пулеметной стрельбы. Многие вскочили, хватаясь за оружие, ведь по лесам на запад пробивались окруженные немецкие части, которые иногда нападали на аэродромы. Но пули летели вверх. Это был салют в честь окончания войны. Советская авиация смогла преодолеть и тяжесть потерь первого периода войны, и технологическую отсталость промышленности, создав образцы оружия мирового уровня. ВВС Красной Армии стали надежной поддержкой сухопутных войск, завоевав на конечном этапе господство в воздухе. ВВС Красной Армии ВВС Красной Армии ВВС Красной Армии ВВС Красной Армии